Приветствую вас! Россия явно очень полюбила слово «частичный». Самая свежая информация, ну, скажем так, с Москвой. Ну, на текущей неделе, то есть на следующей, или на этой, как хотите, будет заседание суббекса. Ну, если вам интересно, на сайте администрации президента есть информация. Так что будет. Но, как вы сами понимаете, уже есть информация, повестка, что вы будете обсуждать. Будете обсуждать план капитуляции Патруша. Ну, уже, еще раз говорю, вот инсайд из Москвы. Уже российские политологи начали обсуждать, знаете, как случится? Частичная сдача целей России. Ох, вот это слово частично, блядь. Ну да, они обсуждают, на что может пойти Путин, и вот, в вашем варианте, чтобы вы немножко поняли, ну и Патрушка, какие может уступки пойти России, для того, чтобы, но опять же, они очень хотят переговоры с Украиной. И по этой причине, вот, Патрушев что предложил? Что давайте мы сейчас разработаем некий пакет уступок, предложим, ну, скорее всего, через Эрдоган, предложим Украине, и вот тогда точно, но частичных, частичных. Нет, все нельзя. Ну, капитуляция, я не, они не говорят слово капитуляции, не спорю, это уже, скажем так, я для красоты говорю, они говорят частичные уступки. Что именно? Ну, честно говоря, мы, скажем, мы в Визави точно не знаем. Ну, как? Вот, знаете, так, мазками, мазками. Ну, то, что он там говорил, ну, это несерьезно, честно. Типа, Путин может смягчить свою риторику по поводу де-нацификации. Ребята, это Россию надо от фашистов почищать, потому что не армад. В Украине нету, нету ни нацистов, ни фашистов. Бандеры – это национальные герои Украины. А в чем разница? Так само, вот, как национальный герой России, там, будешь не забывать, там, бегает в Колчак и так далее. Ну, как раз Бандеры. Так что тут вот это смягчение, ну, знаете, как барабан Козель. То есть смягчение. Ну, и что это даст? Ну, чушь. Ну, опять же, ситуация, значит, Россия против того, чтобы Украина наступала в НАТО. Но Россия может рассмотреть, рассмотреть с Украиной пакет безопасности в целом. То есть, алиматика сплошная. То есть, так, вы в НАТО не вступайте, но мы подпишем еще один Будапештский веморандум. Ну, ребята, ну, родные мои. Ну, бог святее. Не, я все понимаю. Но если это действительно у Патрушева, это идиотизм. Он что, вообще ненормальный? А думаешь, что вот эти чушь, ну, которые там, типа, вот это, вот это, они придут, ну, Эрдоган призвал, знаете, они пошли на уступки, ой, на уступки. Вот такие уступки, вот такие. Что Зеленский сделал? Это четырехэтажные пошли. Эрдогана, Володьку Путина, точнее, беззубого щенка Володьку Путина и весь кривопродач. Ну, честно. Ну, то есть, или они действительно выводят войска с территории Украины. Ну, пожалуйста. А вот эти все комедии, типа, мы тут смягчим, мы не будем требовать, мы это, ребята, прекращать. Вот такая вот ситуация. Нет, действительно смешные ребята. Не, я понимаю. Не, не, вы поймите. То, что в Кремле пытаются найти какой-то вариант, ну, опять же, слово капитуляции не скажут. Какой-то частичный уступок по мирному договору, да. Не, это действительно есть, в принципе, это обсуждается и так дальше. Ну, просто они не понимают, ни малейшие не понимают, что... Или они действительно на коленях просят прощения у народа Украины. Или их уничтожат. Ну, они в душе надеются. Не, 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 не. Великий русский народ. Да, представьте, чёрт великий. Был когда-то. Да царь дураком оказался. Всё. Нет России. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин